Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс. В студии я, Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Делегация Казанского федерального университета под руководством ректора Ильшата Гафурова посетила Лондонскую школу экономики и политических наук. В рамках встречи состоялось подписание договора о сотрудничестве, открывающего новые возможности для студентов Казанского университета. Впервые диалог, направленный на определение точек соприкосновений и взаимных интересов двух вузов, состоялся в мае 2018 года. А теперь к другим новостям. Президент Русфонда, партнера КФУ по созданию регистра доноров костного мозга получил премию в области благотворительной деятельности. А как развивается общий проект, мы расскажем в нашем сюжете. Русфонда Казанского федерального университета В стенах этого университета мы 80 дней назад запустили первую для России инновационную лабораторию. Ее годовая мощность 25 тысяч типирований. Для сравнения, в прошлом году вся страна протипировала 15 тысяч человек. Наша Казань уже снизила вдвое стоимость исследований, подняла качество и скорость до европейских стандартов. Сотрудничество Казанского федерального университета и благотворительной организации Российский фонд помощи началось в 2016 году с проекта по созданию регистра доноров костного мозга. Задача регистра – оказать реальную помощь тяжело больным пациентам в борьбе с раком крови. В 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве. Местом строительства регионального центра стал Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Российский фонд некоторое время назад выбрал Казанский университет в качестве базового учреждения для формирования российского регистра костного мозга. Оборудование, которое сегодня есть в нашем университете, а самое главное – сформированный человеческий капитал, то есть наши ученые и преподаватели, они показали свои возможности для этой работы. В 2017 году в КФУ успешно прошла контроль качества лаборатория типирования доноров по новой технологии МГС, над внедрением которой Росфонд работал весь год. В сентябре 2018 года в Казанском федеральном университете высокотехнологическая лаборатория, первая в России, начала свою работу. Лаборатория специализируется на первичном типировании потенциальных доноров костного мозга. Она оснащена новейшим оборудованием и позволяет ежегодно вносить в базы данных приволжского и национальных регистров доноров костного мозга до 25 тысяч потенциальных доноров. Необходимость такой лаборатории обуславливается тем, что наша страна встает от других по этому направлению. К примеру, в США 9 миллионов доноров, а в России только 90 тысяч. Сегодня этот национальный регистр состоит полностью из исследований Казанского университета. 4,5 тысячи – это доноры Приволжского регистра, протипированные на высоком разрешении. И 1600 доноров из Петербургского регистра, которые тоже протипированы в Казани на высоком разрешении. В планах создателей – покупка еще одного секвенатора для увеличения производительности этой лаборатории. Тогда, в 2020 году, Казань будет в состоянии типировать до 40 тысяч человек. Это позволит за 5 лет нарастить национальный регистр до 300 тысяч добровольцев. Артем Тупичкин, Универньюз. Сбербанк отменил перевод средств по номеру телефона. Нововведение не коснется дебетовых карт. Это исключительно сделано для владельцев кредиток. Анна Глазунова разбиралась в ситуации. Сбербанк вел нововведение. Теперь владельцы кредитных карт не смогут осуществить перевод средств по номеру телефона. Раньше переводы по номеру телефона зачислялись на любую активную карту клиента – дебетовую или кредитную. Приоритетами при переводе по номеру телефона определялись дебетовые карты. Если же у этой карты возникали какие-то проблемы, например, она заблокирована или отключен мобильный банк, то переводы автоматически зачислялись на кредитную. Это многим клиентам было неудобно. Ведь по тарифам банка снятие средств с кредитной карты является платным. Решение об отмене перевода по номеру телефона на кредитные карты было принято из-за частых жалоб и обращений в службу поддержки банка, комментирует пресс-служба Сбербанка. Мы хотим улучшить клиентский опыт для держателей кредитных карт. Это сделано по пожеланиям самих клиентов, которые обращались к нам с жалобами. Так мы страхуем наших клиентов от нежелательных неожиданностей и путаницы. Перевод средств на кредитную карту теперь будет происходить не автоматически, а по выбору клиента. Клиенты отреагировали на изменения положительно. Новые изменения никак не коснутся дебетовых карт. Переводы, как обычно, будут поступать по номеру телефона и по номеру карты. А вот переводы на кредитную карту станут по-прежнему возможны, но будут поступать исключительно по номеру карты. Анна Глазунова, Универньюз. Обучение детей-мигрантов стало проблемой для педагогов российских школ. Учителя не знают, как учить школьников, для которых русский язык не является языком семьи и которые вообще не очень хорошо им владеют. Эксперты КФУ проанализировали опыт обучения детей-мигрантов в школах Татарстана. О том, каковы итоги исследования, смотри в следующем сюжете. Дети, плохо понимающие русский язык, уже успели стать проблемой для учителей и педагогов российских школ. Зачастую такие ученики так и не могут нормально освоить общеобразовательную школьную программу наравне со своими ровесниками. В 2016 году сотрудниками Института психологии и образования была разработана программа «Миграционная педагогика». В рамках нее специалисты КФУ провели ряд исследований в школах с высоким процентом детей-мигрантов на предмет настроения и установок педагогов, нагрузок. Обобщался опыт отдельных школ по работе с детьми-мигрантов. Больше всего детей-мигрантов в городе Казани, потому что это закономерно. 13 декабря в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета состояло заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему «Мигрантские школы. Опыт адаптации детей-мигрантов в школах Татарстана». В первую очередь, если мы говорим о проблемах обучения детей-мигрантов, это, конечно, сеговая проблема. Все остальное нормально. Все, как у всех остальных детей. Особенности обучения детей-мигрантов нет у других. Только незнание языка. По мнению экспертов, на данный момент на адаптацию ребенка-мигрантов требуется как минимум год. По большей части это зависит от того, с какого класса начал обучение в школе ребенок. Наши учителя вынуждены работать с ними индивидуально, после уроков, дополнительное время, осуществлять им помощь в освоении нового языка и преодолевать неуспеваемость, которая вызывает следствие этого незнания языка. На данный момент проблема в обучении детей-мигрантов связана не только и не столько в числе подобных учеников, в системе их подготовки, но и компетенции педагога и его желанию уделять внимание ребенку. Стоит отметить, что сотрудники Института психологии и образования КФУ разработали специальные курсы «Современное содержание и технологии деятельности педагога в мультикультурной образовательной среде», которые позволяют педагогу стать более компетентным в работе с детьми-мигрантов. Программа получила одобрение и финансовую поддержку Министерства образования и наумки Республики Татарстан. В 2017 году курсы прошли 24 учителя Татарстана. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошел форум учителей технологии. В ходе встречи было принято решение о создании Ассоциации учителей технологии Республики Татарстан. Подробности смотрите в сюжете. В Елабужском институте КФУ прошел первый республиканский форум учителей технологии. 11 декабря в здании инженерно-технологического факультета собралось около 250 учителей со всего Татарстана. Все они приехали для определения стратегии развития образовательного процесса на ближайшие годы. По словам спикеров форума, повсеместное внедрение цифровых и роботизированных технологий требует от современного учителя творческой гибкости, адаптивности и умения хорошо ориентироваться. Как отмечают организаторы форума, для решения всех задач, обозначенных педагогическим сообществом, необходима слаженная командная работа. Было принято решение, что на базе Елабужского института КФУ в сотрудничестве с Министерством образования и Казанским открытым университетом талантов будет создана Ассоциация учителей технологии Республики Татарстан. Сейчас очень сильно модифицируется, разрабатывается и концепция технологического образования в школе. Если эта ассоциация создаться и она будет функционировать, мы готовы поддерживать и поддерживаем эту деятельность. Рассчитываем, что наши ученики в школе получат только самые актуальные, самые лучшие знания. На данный момент в Татарстане насчитывается свыше двух тысяч учителей технологии. Ассоциация учителей технологии на базе Елабужского института КФУ начнет активную работу уже в ближайшее время. Анна Глазунова, Камиля Юрикова, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!